всем привет ребята всем доброе утро вот такой у нас четверг погода пасмурная то что вчера было что сегодня то морозня пойдет то перестанет в общем как то так мои гули свет включил в общем решил я сегодня я уже переоделся решил сегодня в общем немного поработать спецовку одел переключу себя полностью штаны все полностью одел оделся так что видимо сегодня придется поработать вот уже ведро отнес мешки отнес вольер вы знаете я и так каждое утро только вольер чищу вот сегодня решили я голубя немного почистить все-таки там были сборники еще не совсем забитые голуби как бы линяет вот посмотрите на этих негодяев голубей немало но не дай бог какие-то проблемы гнезда трогать не буду не буду потому что есть еще где-то там птенцы вот пока не хочу пока до морозов в общем всего не знаю конец ноября или как-то там он в гнезде какой-то залез берутся негодяи посмотрю что они делают там в общем все в порядке но голуби от ней не в порядке вот особенно с этой стороны с этой стороны гнезда вот уже не 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 под гнезда а в гнезда залетает первым помет сухой все все здесь сухо вот насесты вот грязные вот чуть-чуть вот обчищу сейчас всех их выгоню в вольер вот закроюсь включу радио на телефоне и буду немножечко работать я думаю это хуже не будет будет только лучше пока еще более менее такая погода они будут потихонечку гадить все будет сохнуть полы бетонные так что как то так все в общем начнем поехали ну вот спустя полтора часа полы все чистые в мешке пособирал надо будет сейчас вывести вот все пылесборники открыты все чисто открывал все почистил вот как то так гнезда не чистил вот некоторые нижние нижние пришлось почистить вот верхний ничего не трогал сейчас пока голуби в вольере надо разбавить криолин и чуть-чуть побрызгать на улице дождик дождик я так и знал вот так вот пхд у меня в общем в дождь и в будке как бы влажный климат пыль такая ну вот бутылка стоит принципе это поливал чтобы тут самому не задохнуться вот чтобы не было пыли сейчас остается сходить принести криолин развести побрызгать и заняться вольером вот мои крокодилы здесь ждут ждут вот но ничего еще немножечко еще вот часик и все будет в порядке дальше покормим и посмотрим хотелось бы погонять выпустить погулять ну вот она морозня такая уже не морозня уже дождик пошел вот такие дела но это тоже хорошо это тоже хорошо чем займемся дальше профилактикой так ребята ну а сегодня вот как я иду этого показывал такой вот коктейль у меня получился вот здесь сок здесь у нас находится лимон мед чеснок и лук вот пару ложечек вот сюда на эту зерно смесь сейчас перемешаю вот и пойдем кормить очень полезно это вот когда кушают у них потом через день два они в общем с ума сходят как сказать аппетит больше появляется ну и плюс сами видели погода какая сыра вот сейчас вот чем покупать витамины какие-то там вот здесь витаминов не меньше поэтому сейчас вот перемешаю вот положу ложечкой вот сюда вот так вот это мало будет вот ложечки 3 положу вот все это вот так вот смешаю зерно смесь будет липкая такая из-за того что мед чеснок лук лимон вот в общем перемешаю пойдем кормить дальше их в общем и уже время 10 часов пойдемте в голубятни моросня уже дождь такой перестал моросня идет сыро грязно вот куда выпустить в общем не буду выпускать голубей наверное еще два дня не буду из-за из-за чего не буду выпускать если чисто зерно смесь уже по кормушкам рассыпал а вот здесь вот мои а здесь вот мои ребята вот такие вот мои малыши с верхней голубей от ни двоих не пересадил вот такие вот кстати у одного краснорявого оспа так где нет него этого или у кого у кого-то то ли у верхнего нет вот у этого вот на клюве есть в общем вот такие дела в основном желтая бы и вот вот этого старого голубя убрал из маточника в общем пускай живет здесь мне он не не понравился голубка есть два раза снесли пустые яйца мне кажется виноват все-таки этот голубь виноват надо из этой голубят не подобрать хорошего голубя вот голубка там хорошая сидит в общем вот такие вот помазал их вот так вот по тягушки чтобы их отличать вот никого не связывал никого не связывал все вот так вот чтобы они привыкли жирные жирные особенно вот кто чуть постарше настолько жирные что мама не горюй там особо не разлетайся здесь будки им дадут и по башке есть возможность полетать даже в вольере вот ну и фу а воняет а запах запах тут пусть окно окна нету криолином криолином ну еще и будет и дверь открыта еще пока пока на улице не опустится температура воздуха были ну как 5-6 градусов в 5-6 градусов будет по ночам тогда уже вот когда уже пойдет сырость уже поставлю тогда на окно стекло застекли его и все сейчас пока вот так вот двери я в голубяки вообще не закрываю чтобы тут более менее проветривалась надо посидеть понаблюдать вот кто сейчас кто как с кем перепорован я уже я уже не и не знаю надо вычислить не хорошего голубя желательно желательно вот как вот такого вот вот так вот такого зеркального там зеркальная голубка сидит вот и закинуть его верхнюю голубя дню вот здесь есть но я даже сейчас не могу сказать какой здесь пару голубов есть с очень хорошей сильной игрой вот их надо кого-то из них надо пересадить кого-то пересадить надо и вот эту вот голубочку вот эту вот ее надо тоже наверное или туда или порезать потому что она долетается вот эти вот полеты до хорошего не доведут сейчас в общем остальные будут знакомиться эти выскочат малышня будет знакомиться кто-то получит конечно по соплям без этого никак здесь своя иерархия в этой голубят не в той голубят не все хорошо и спокойно здесь уже чуть-чуть по-другому так что сейчас открою пускай выходят кушать потихонечку братва вылетает остальные сейчас тоже выйдут ну в общем как то так что-то боятся я их сегодня загонял тут туда-то с голубят не голубят не хотя они я и не скажу они и не голодные что-то я вчера борщ ну с кормом вот ничего вот это вот им сегодня на сутки завтра будут голодные так что сегодня как-то сегодня как-то так давай 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 ребята выходите кушать кушать выходите вылетает потихонечку смотрят но они я я говорю они не голодные вчера перекормил потому что я утром пришел ячмень в кормушках остался чуть-чуть но остался ну и сейчас еще принципе рано я кормлю их тут где-то в одиннадцать ничего страшного сейчас выйдут покушают и пускай сидят и пускай моя малышня моя малышня привыкает сейчас они вот сидят все сидят и смотрят вниз что здесь есть есть покушать так что ничего в течение двух дней найдут где кушать где попить поилку все найдут вот сейчас они просто боятся и наблюдают я уйду и будет все хорошо по моему вот этого голуба надо вот этого надо будет все хорошо на данный момент кроме погоды кроме погоды все хорошо да оспа оспа чуть-чуть меня задавила ну ничего прорвемся уже вот температуры падают работа есть и сейчас вот как и сказал я 14 13 штук перенес там еще два штуки там 15 ну тех двоих надо будет наверное все таки через неделю по ним чуть-чуть поменьше малыши и буду здесь обижать поэтому еще рано пускай еще папа с мамкой подкармливают их там недельку потом точно так же вот ну перед работой перед работой я их пересажу посидят сутки а потом пускай выходит на данный момент сейчас вот уже все уже так не погоняешь уже надо уже надо смотреть чтобы вот эти вот я их и поэтому красной краской покрасил чтобы они выходили смотрели что такое улица потому что они никогда не были вот они сидят сейчас за двое суток они привыкнут голубят не найдут где покушать где попить на булавки их сажать не хочу они еще маленькие жалко вот и и все потом открою дверь они начнут выходить потихоньку залетать на крышу с крыши слетать и все будет хорошо надо чтобы привыкали хотя обгонять их наверное уже особо и не получится ну как получится так получится он слышит кто-то кто-то кормит вон он он зеркальный внизу пошел корми детей ладно сегодня сегодня вот такой ролик ходим по вольеру кушают самое главное что пхд прошло успешно чуть-чуть я поработал и я я очень рад что вот так вот получилось а и и погода дала и все было бы погода хорошая солнышко я бы я бы ничего не делал я бы опять бы выпустил опять бы их начал гонять вот ну а сейчас вот пускай как есть так и есть пускай посидят ничего страшного да и вот этих вот таких малышей пересадил ни один я смотрю ни один не спустился все сидят наверху и смотрят на этих ну ничего страшного этого у них сейчас небольшой стресс такой они вот в новой голубятни ну на булавки был бы больше стресс сейчас они начнут летать вот и все будет хорошо все равно вот голод не тетка светят кушать будут искать что-то вот как-то так главное уборку я сделал как смог побрызгал голубят не довольно таки сильно запах криолина ну ничего страшного с открытыми дверями без окна все нормально в общем все ребята на этом буду заканчивать всем удачи здоровья вашим голубям ну и вам если здоровья не будет даже голубят не почистишь всем пока